Играя свою сегодняшнюю роль, я, как вы можете заметить, немножко сдерживаюсь, не заряжаю в пушку полный заряд. Некоторые из вас уже спрашивают, а что произойдёт, если ты вдуешь в жерло полную порцию? И говорится, насколько можно стрелять по воробьям? И вы только посмотрите, дорогие мои, как я сейчас закручу земной шар, словно мячик на пальце. Да, есть! Просто невероятное жрелище, верно? И, как говорится, держитесь крепче, дорогие мои, как я сейчас уже задавшим вопросом, кто или что станет сегодня главным номинатом в твоей внеплановой церемонии. Внеплановой церемонии, внеплановой церемонии. Итак, дамы и господа, скажите мне, знаете ли вы, что такое материальная экономика? Конечно. Наука о том, откуда приходят и куда уходят населяющие наш мир вещи, верно? В учебниках говорится, что процесс этот раскладывается на пять основных стадий. Добыча, производство, распределение, потребление и кутилизация. Но вряд ли вы знаете, что за последние 30 лет люди на Земле потребили одну треть всех ресурсов планеты. Потребили безвозвратно. То есть использовали и схоронили. Вас, скорее всего, также не волнует, что сегодня человек потребляет товаров в два с половиной раза больше, чем 50 лет назад. Если наши родители еще знали, что такое бережливость и умеренность, то юное поколение просто смеется над ними, верно? И вот он. Attention, please! Красная лампочка уже вспыхивает, как все вы видите. Итак. Знаете ли вы, дорогие мои, какой процент товаров сохраняется сегодня в мире через год после покупки? Вы сидите, правильно? Один процент. Один процент. Один процент. То есть 99% товаров, которые мир производит, через год просто выбрасывает. Причем самый главный вопрос заказчика новых товаров, как сохранить веру потребителя в продукт, который как можно быстрее должен прийти в негодность. И для решения этой проблемы, как все мы знаем, существуют так называемые рекламные технологии, ну вы понимаете. Итак, дамы и господа. Сегодня каждого из людей каждый день атакуют 3000 рекламных объявлений. То есть за один день мы потребляем больше рекламы, чем 50 лет назад человек потреблял за всю свою жизнь. Роль рекламы доходчиво объяснить, как плохо то, что у нас уже есть. И вот 3000 раз в день нам уже говорят, что наши волосы, кожа, одежда, мысли, идеи не такие, какие должны быть. Но все это можно исправить. Если прямо сейчас пойти в супермаркет, ну давайте быстрее, выключайте радио и идите, идите с богом. Вместе с этим чувство радости от покупок, как указывают маркетологи, неуклонно падает. И почему интересно? И чем больше у нас вещей, тем меньше времени на то, что по-настоящему делает нас счастливыми. Ну это же так, ну согласитесь. И вот каждый день каждый из нас уже производит около двух килограммов мусора. Да-да, возможно вы не замечали. Это в три раза больше, чем 30 лет назад. Мусор этот или закапывается, или сжигается на заводах по утилизации. Это загрязняет воздух, землю, воду и изменяет климат. Ну вы знаете. Мы этим дышим, это пьем, и видим продукты, выращенные на этих грунтах. И все это говорит о том, что идея о счастливе человечества посредством развитого потредебильства Уничтожает нас как ВИЧ. Итак, дамы и господа, на сегодняшний день в мире около 9 тысяч разных премий, наградных фестивалей и всего того, что вручается людям за какие-то достижения. Я не могу понять, честно скажу. Честно скажу. Неужели в мире, который находится на грани самоуничтожения, в котором выкачивается, вырубается, вылавливается, всячески изживается, все мало-мальски ценное, ну да ладно хотя бы на дело, ну бог с ним. Но только для того, чтобы через год из всего произведенного количества товаров в мире остался 1%. А 99% превращено в явь и выпущено в атмосферу. И вы хотите меня убедить, что в этом мире есть хоть что-то достойное награды за какие-то там достижения? О чем вы вообще говорите? Ведь все они работают на что? Ну, 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 на те самые 99% утилизации и загрязнения атмосферы. Все! И вот он. Мой финальный трюк! И, как говорится, только на территории Фрэнки-шоу возможно такое безрассудство. Маэстро, запускайте наш коллайдер Трамп! Нужно! Прекрасно! Просто замечательно! Еще быстрее! И раскрутившись до немыслимой скорости, я уже взрываюсь, как вы видите, миллиардом маленьких подобий себя. И расцветаюсь по вашим глазам и сердцам. И, как говорится, вы давно мечтали быть номинированными, верно? Ну, хоть за что-нибудь! Ну, хоть за что-нибудь! Так вот вам! Сегодня я номинирую собой каждого из вас. Уверяю ей, за что вы купили столько замечательных вещей. Ценность современного человека, его вес, значимость, несомненно, определяются количеством купленного товара. И это, несомненно, мы превратили мир в одноразовый пластиковый стаканчик, населенный выхолощенными одноразовыми жизнями, созданными для одноразового использования. Мир, в котором ценности нет ни у вещей, ни у людей. У всех у вас должны быть свои ответы на вопросы. Что же Трамп-Трамп делать? Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм! Шоу-тайм!